7 июня в 17.30 Виктория Алексеевна осуществляла выгул своей собаки, бультерьер, в холке выше 40 сантиметров, без поводка, без намордника. 9 июля на заседание административной комиссии Невского района пришла Виктория Михайлова. На девушку пожаловались жильцы нескольких домов по улице Подвойского за то, что она выгуливает свою собаку породу питбуль без намордника. Собака выходила на лестничную площадку в наморднике, то есть на улице она у меня была на поводке, на коротком, но без намордника. За 6 месяцев 2013 года административная комиссия Невского района провела уже 20 заседаний. За полгода у нас значительная динамика по составлению протоколов, составлено более 1000 протоколов, что практически на 40% выше аналогичного периода прошлого года. Большинство протоколов составили участковые и уполномоченные районного УМВД. К административной ответственности привлекли 239 человек, выписали 98 штрафов на сумму 200 тысяч рублей. Штраф за выгул собак без намордника составляет от 1000 до 5000 рублей. Виктории Михайловой назначили минимальную сумму штрафа – 1000 рублей. Она пообещала больше не нарушать правила общественного порядка. Вы уверены в своей собаке, но вы же не можете прочитать ее мысли. Нет, я уверена в своей собаке, потому что у нас один Wi-Fi, мы с ней на одной волне. Наиболее часто встречаются такие нарушения, как парковка автомобиля в ненадлежащем месте и несанкционированная торговля. Штраф за торговлю без разрешения – 2500 рублей. Также товар имеют право изъять. Если это бабушка, то, конечно, по данной статье предусмотрится и предупреждение. И, конечно, периодически мы прислушиваемся к аргументам граждан. А если это касается, в частности, граждан из ближнего и дальнего зарубежья, которые приезжают и, пользуясь такой порой весенне-летним периодом, активно занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, то тут уже штрафные санкции, штрафы за инициационированную торговлю. Одна из причин стихийной торговли – это постоянный спрос у жителей района на данную продукцию. Администрация предупреждает жителей, что чаще всего торговля с рук у станции метро ведется с нарушениями правил. Сейчас будет сезон заготовок – это маринованные огурцы и помидоры. Хочу предупредить, что по-прежнему в Санкт-Петербурге держится очень высокий процент бутулизма. Многие люди даже не знают о нормах поведения в общественном транспорте, нарушение которых также может привести к штрафу. Люди идут в метрополитен с мороженым, с открытыми напитками, может быть, в мокрой пачкающей одежды после купания. Все это является нарушением. Административная комиссия – это не только карающий, но и консультативный орган, к специалистам которого можно обратиться по любым спорным и проблемным вопросам, связанным с нарушением общественного порядка. Субтитры создавал DimaTorzok